Всех приветствую! В сегодняшнем видео я отвечу на несколько часто задаваемых вопросов по уходу за орхидеями. Часто спрашивают по поводу удобрений. Чем именно я подкармливаю орхидеи, в какой период и каким способом? На эту тему на канале уже есть более подробное видео. Если вам интересно, я оставлю ссылку в описании, а сейчас отвечу кратко. В уходе за орхидеями я применяю различные удобрения, тестирую, что больше подходит именно моим орхидеям. Так как я живу в Германии, то у нас здесь, возможно, есть те удобрения, которые нет в других странах. Поэтому я считаю, что нет особого смысла показывать, какие именно фирмы, так как, возможно, вы просто не сможете их купить в вашей стране. Я чаще всего покупаю именно жидкие удобрения, с ними намного проще обходиться, применять. И я беру разных фирм, потом тестирую, какие из них лучше всего проявляют себя в уходе за орхидеями. Развожу я их по инструкции в теплой воде и замачиваю мои орхидеи где-то на 10-15 минут в этом растворе. Подкармливаю свои орхидеи практически круглый год, в особенности в период активного роста, когда они наращивают листья, цветоносы. В это время они требуют большее количество питательных веществ. Также у меня есть удобрения в спрее, которые распределяются на листья непосредственно, но я их применяю намного реже. Также часто спрашивают, применяю ли я удобрения в гранулах, то есть твердые, которые опускаются в почву и со временем вместе с водой начинают рассасываться, становятся мягкими и таким образом отдают свои питательные вещества растению. Я их никогда не применяла, не покупала, так как подобное удобрение невозможно контролировать. То есть вы внесли их, они какое-то время там разбухают, периодически отдают какие-то питательные вещества, и вот этот процесс для меня он бесконтрольный. Вы не знаете когда и сколько времени они там действуют, поэтому для меня намного проще использовать жидкие удобрения. С ними намного проще регулировать дозировку и время воздействия. Еще один вопрос, удобряю ли я свои орхидеи во время цветения? В это время я практически не подкармливаю орхидеи. До того момента, пока растет цветонос, развиваются бутоны, я периодически вношу удобрения. Ну а уже когда появились сами цветы, я считаю, что растению достаточно питательных веществ, и если я и вношу удобрения, то очень редко, где-то раз в 3-4 недели. Иногда может произойти ситуация, что если ваше растение не приучено к постоянным удобрениям, и оно зацвело, а тут вдруг вы решили его подкормить, то в таких случаях часто бывает, что растение просто сбрасывает бутоны и цветы. У меня также была подобная ситуация, когда я только начинала заниматься орхидеями, и у меня еще не было достаточного опыта ухода за ними. Когда моя орхидея зацвела, я решила ее подкормить. И буквально уже через несколько дней после этого заметила, что цветы и бутоны начали подсыхать. Поэтому именно в период цветения я отношусь с осторожностью к удобрениям, и не делаю это очень часто. И также хочу обратить внимание, что растение нужно постепенно приучать к внесению удобрений непосредственно во время роста цветоноса, листьев. Ну а когда уже наступило самоцветение, то лучше количество подкормок сократить. Это только мой опыт, мои наблюдения. И возможно у вас это абсолютно не происходит, вы удобряете в период цветения и нету никаких проблем. Но все-таки лучше быть в это время с удобрениями осторожней, так как можно перекормить растения, а избыток питательных веществ также очень вреден для растения, как и их недостаток. На этом я буду заканчивать мое видео. Если у вас появились какие-то вопросы или дополнения, оставляйте их в комментариях. Также вы можете присоединиться к нашей группе в фейсбуке. Там есть возможность загружать фото ваших растений, делиться опытом с другими людьми по уходу за комнатными растениями. Если вам интересно, ссылка будет в описании в инфобоксе. Всем спасибо за внимание и подписку и до новых встреч!